Всем привет дорогие мои, с вами Куннова Аня. Сегодня мы с вами сделаем легкий макияж нашими новыми тенями от Фаберлик. Это у нас идет пятый каталог 2022 года. Не знаю, что было с ценами, цены говорят, что поменяются, но я пока не знаю. Ну, говорят, что из-за санкций будут дороже. Итак, смотрите, вот такие вот монотени, которые для палетки рефил, для монотеней, палетки 4 ячейки. Конечно, хотелось бы вот эту палетку хотя бы на 6 ячеек, но 4 тоже неплохо. Такие вот тенюшечки, новые сатиновые. Оттенки, называются монотени для век, про сатин. Каждый идет по 0,8 грамма. Я ими уже покрасилась, поносила целый день макияж, посмотрела, как они себя ведут и так далее. Мне, в принципе, очень понравилось. Ничего мне не скаталось. Все здорово и великолепно и предоставляют нам 6, ну, практически нюдовых оттенков получается. Ну, вот есть рыжая, есть розовая. Нету таких супер ярких каких-то оттенков, еще что-то. Первый это сияющий графит 58-53. Это черные тени, которые идут с блесками. Эти блески не сильно ярко выраженные. Не достается вот такой вот штучкой. Вот такие хорошенькие. Второй, значит, идет 58-54 нежно-розовый сатин. Нежно-розовый сатин. Дальше, значит, 58-46 это дымчатый сатин. Видите, они поблескивают слегка. Сейчас с вами свочи будем снимать. Это у нас 58-45. Это шелковый сатин. Конечно, вживую они куда красивее, чем в каталоге представлены, если честно. Тени кружатся в меру. Кстати, наносить их очень-очень удобно. Прям нравятся. Для каждой достается и в палетку, как я вам в предыдущий раз показывала, складываются. Палетку можно отдельно заказать. Можно отдельно заказать эти цвета. Можно использовать матовые оттеночки. Вот эти вот матовые оттеночки все, в принципе, вот с этими вперемешку. Как вам будет интересно, как вам будет удобно. Значит, это у нас 58-49 нюдовый сатин. И 58-50 коричнево-бежевый. Вот они такие. Итак, давайте же с вами будем снимать свочи. Так, значит, 58-50. В каталоге они более-менее, в принципе, все совпадают. Все хорошо. 58-49 нюдовый сатин. То есть, есть более блестящие, есть менее блестящие. Вот эти вот, которые более блестящие, они более мягкие. Вот это тоже очень мягкий, золотистый. 58-45. Шелковый сатин. Сейчас все с вами сделаю немножечко. Видите, как набирается? Прям очень плотно набирается. И прям, видите, если пальцем наносить, то он вот таким золотом, да, кисточкой наносите. Вот один эффект, пальцем наносите, будет другой абсолютный эффект. Сейчас мы с вами, да, вот это вот все посмотрим. Тоньше слой, потолще слой, да, то есть они отличаются. Следующий оттеночек, это у нас получается 58-45 шелковый сатин. Очень красивый оттенок, мне он нравится. Давайте вот сюда его. То есть он такой темный красивый цвет. И осталось два оттеночка. Это нежно-розовый сатин 58-54. Да, он такой, видите, менее блестящий, нежели вот этот, например. То есть они вот эти вот между собой похожи. Последний оттеночек, это черный. Черный, он вообще действительно идет как графит. Когда я его набираю, да, видите, блестки. Давайте вот тут вот сверху. Вот так вот. И блесток уже практически не видно, да, вот этих вот отдельных блесточек. Кисть у меня, как обычно, для растушевки теней 910-134. Вот это вот. И давайте будем наносить. Вот этот вот оттеночек, получается, 58-49. Мы нанесем на один глаз. А другой оттеночек мы нанесем на другой класс. Вот так вот он набирается. Вот так вот он наносится. В принципе, отлично. Вот знаете, у кого тяжелое веко, сильное тяжелое веко, конечно же, тут будут блестки, будут кое-какие отблески. И будет не очень красиво, да. Светленький мы с вами посмотрели. Ложится хорошо, ложится отлично. Также можно его пальчиком и положить вот тут вот в центр посильнее. И он будет лежать намного уже получается плотнее. А следующий у нас с вами оттеночек, такой вот будет с рыжего уже, 58-45. Тоже его будем наносить, но уже на другой глазик. Будем просто пробовать все. Убирается он очень сильно, он может раскрошиться. Очень красивая подложка получается. Тушуется вообще просто великолепно. У глаза его можно положить, но он уже, видите, он уже как подложечка получается. То есть не хочется уже на века его наносить. Ну и давайте попробуем чистеньким пальчиком, да. Таким вот образом берется. Пробуем, да, вот видите, более такой плотный слой. Вот есть немножечко крошечка, но любые нормальные тени, они так себя ведут. Это нормально, потому что теней не было много всяких различных. Так как мы тут уже начали холодный макияж, тут мы начали теплый макияж. Мы с вами попробуем наложить вот этот вот розовый 58-54. Тоже так же мы убираем. И в уголочек, условно, у меня без зеркала. Все зеркалит. Вот так вот уголочек накладываем. Получается красивый такой. Такая вот хорошенькая нежно-розовая подложечка, да. Он не яркий, да. То есть он не супер яркий. И у вас не будет с ним проблем. Следующий вот этот вот похолоднее, да, оттеночек 58-46. Я набираю на кисточку. Вот так все таким образом он набирается. И его мы положим в этот уголочек глаза. Как более темную подложечку. Вот такой тяжелый века. То есть мы расслабляемся и смотрим, куда нам надо, да. Нам надо вот тут вот становиться, получается. Вот такой вот он. Скромный, я бы сказала, оттенок. Ну и вот видно, как они крошатся. Но они не крошатся, если не кисточкой, да. И смахиваются очень легко, хорошо. Хотя держатся здорово, да. То есть если его тоже попробовать пальчиком, то он, наверное, опять слишком плотный, да. Видите, очень плотный лег. То есть тушевка пальчиком у него получается сильноватая. Ну и слишком мы с вами всегда можем убрать светлыми тенями, какими-либо, да, или матовыми тенями. То есть раз-раз, видите, блестят они сильно. И веку такую тяжелинку. Ну и два последних темных оттеночка, да. Давайте сюда нанесем коричневый, сюда черный. Вот. Ну коричневый он такой нежный коричневый. Он не черно-коричневый. Он такой лёгонький, поэтому будем наносить большой кистью. Черный большой кистью я уже так нанести не смогу. Потому что будет слишком круто. Но все равно хочется черного. Получается не очень законченный макияж. Видите, чуть-чуть крошится. Ну это нормально. Ну он подойдет не как вечерний, а как дневной макияж. Днем же вы не будете сильно очень краситься. Не всегда и везде это уместно. Черный хочется вот маленькой, более-маленькой кисточкой не внести, да. То есть закончить макияж. Вот так она не убирается. Ага, поехали. Все хорошо. Неменьше осыпается. И уже тушевываю клапочку. И тут снизу еще можно подвести. Ну и также можно на другой глаз попробовать широкой кистью набраться. Ну, тоже им же. Сделать более размашистый. Черный тот, знаете, не супер пигментированный. Вот если по сатейным теням сверху накладывать, то он не супер пигментированный. И получается с ним, ну, сложно перепорщить. Это очень-очень даже удобно. Берем более маленькую кисточку. Также посмотрим, как маленькая наносится. Просто все великолепно. Вот видите, тут, конечно, чуть-чуть окрошилось, но это, я считаю, что это мелочи. Это все можно кисточкой скинуть. Ну, например, кисточкой для пудры. То есть, если вам кажется, что тут что-то не так пошло, кисточка для пудры всегда придет на помощь. То есть, они не мажут. Нормальный тень, но можно, конечно, еще плотнее. Влажным способом, мне кажется, они не подойдут. Ну, тут при желании можно добавить, получается, любую подводку. И глаз тем цветом и заиграет, какую подводку бы, по идее, добавить. Сейчас у меня в руках 553-66 подводочка. Вот такая вот нежненькая. Можно ее добавить. Если вы знаете, я люблю подводку на полглаза. Вот, симпатично получается, да? Макияж уже так играет. Можно выбрать любую подводку. Так, дальше подводка получается 553-67. Сюда вот, да, можно немножко розовинки добавить. Тоже очень красиво. Ну, и розовинки можно добавить. Можно просто обычным 553-65 просто дополнить, да, образ. Ну, это такой, знаете, темно-коричневый цвет подводки. То есть, как вам захочется. В лодке тоже, в принципе, можно. Любым способом. Ну, то есть, любой ракурс, любой способ. Как вам захочется. Более яркий, менее яркий, да? То есть, как вам нравится. Есть еще вот голубые подводки, да? Где тоже будет прикольно смотреться. Все вот сверху сделать. Тут уже, как душа пожелает. Такая взяла одну, другую перекрыла. Ну, например, и черные туши покрасятся, и сверху синенькой туши, да? Ну, у меня весна на душе, и, конечно, хочется что-то такое яркое, да? Дальше, пока я камеру не перевернула и не начала дальше снимать, хочу вам сразу показать свою любимицу. В поездках это тушь, которая очень хорошая, водостойкая, артикул 52-69. Я думаю, с тенями мы с вами закончили. Тени весьма достойные, классные. Но, конечно, мой фаворит это матовые тени. Кстати, подводку делайте, чтобы у вас вот не было тут такого, да? Вот еще вот. Тут надо немножечко накрасить, чтобы от подводки шли тени. Бернее, уколочко. Вот. И вот этот тушь получается 52-69. Она смывается только нашим двухфазным средством для снятия макияжа. И вот я только-только ее еще открыла с упаковки. Это вообще мой кайф. Вот синяя тушь. Я была очень счастлива, что у нас появилась первая водостойкая синяя тушь. Я прям разочаровалась. Она начала отпечатываться. То есть в жару, когда вы идете купаться, в бассейн, еще чего-то. Она начинает вот тут вот синими такими кружочками отпечатываться. И вот тут она становится водостойкая. Это, конечно, да. Так, на самом деле, вот это тоже. Я прям кайфую от нее. Она довольно таки нормальная, объемная. И если подождать, пока она слегка подсохнет. Вот, кстати, у нее есть минус, да. Она может долго сохнуть. Вот. Поэтому если что-то хочется поправить в тенях, после покраски туши, да, то есть то нужно немножко потерпеть, пока тушь высохнет. В общем, вот эта вот новая палитра теней, шесть штучек, да, которые вышли, конечно, шикарные. Все тени шикарные. С теми можно сделать какой-либо макияж. Вот даже вот я сейчас сижу, смотрю, и мне, знаете, вот хочется золото немножко прибавить. Но не хочется трогать тушь. Поэтому я аккуратненько сейчас кисточкой наберу и слегка-слегка прибавлю золото. Прям хочется. Поярче, да, после туши. Первый слой, еще особенно, когда она открыта, она как-то вот, помните, я, наверное, не, кто на меня давно подписан, я снимала, говорю, что она необъемная. Так вот, она у меня раскрасилась на второй, на третий раз только. А, и просто черной подводочкой еще можно подвестись. Да, то есть, как вам нравится? Вот такие вот получаются тени. С кисточкой они крошатся побольше, без кисточки они крошатся поменьше. Как вам захочется. Я вообще обожаю делать макияжи, поэтому я прям довольна, когда у нас все больше и больше появляется оттеночков. Вот так, куда приятно. Вот этот карандаш, кстати, он тоже не просто серый, а вот такой, видите, переливается. Вот он даже, когда подсохнет, он будет вот так вот немножко переливаться, приятно. Но на камеру не очень видно, конечно, жалко. Но сам видел, сибирский. Ну, вот так вот. Тени нормальные, тени прикольные. Да, они крошатся, но слегка. Сейчас сделаю себе весу. Вот такие вот, остатками черного. Так что, черный можно и делать, и делать еще. То есть, вот это такой черный, которым можно аккуратненько, аккуратненько добиться действительно классного кнового эффекта. Без получать. Знаете, бывает такой черный, который наносится толсто и тушуется плохо. Вот этот, у этого растушевка великолепный. Но черный оттенок тут абсолютно не сатиновый. То есть, он идет как матовый, но с примесью блесток, понимаете. Он немножечко другой тут черный. Вверх, в сторону. Да, два разных макияжа для вас сделана. Как вы заказывали. Я в комментарии смотрю. И, конечно же, если перебор, то вот тут, в этом взгляде, из-за того, что тут розовая полосочка, вот еще такой хочется добавить. 58-54. Тут сверху, да, как переходик. И получится вообще бомба. Аккуратненько, да. Ну, или можно пудрой немножко добавить. А когда не пудрой, а чем-нибудь таким. Сейчас покажу. Например, когда делаю контуринг. У меня дочка тут уронила. Да, я еще пока не заказала. Это палетка Глентим. Артикул не скажу. Они то подписывают, то не подписывают. И вот когда я делаю, да, контуринг, я обычно вот матовыми тенями, да, вот какими-то вот такими, да, до того, как брови подвожу, чтобы не было вот этого блеска. Видите, оно блестит, оно утяжеляет веко, да, поэтому вот этот момент мне, конечно, не нравится. И я так, я так бы не оставила. Но вот что мне нравится, когда я наношу уже получается румяна, да, то я могу еще, да, аккуратненько вот так вот тыкнуть, легонечко, да, встряхнуть и вот сюда сделать. А потом, если мне кажется, что многовато, я беру чистую кисть, да, вот этим матовым, матовым оттеночком. Вот мне чем нравится, да, вот эта пудра. Убираю излишки, получается такое, как бы, розовое зарево и все одним цветом, да, то есть красиво. Вот так вот солнышко меня покушало. Ну и потом этой же самой кисточкой я могу начать делать контуринг уже. Я эту палету очень люблю, потому что я светленькая. Вот для более смуглых девчонок, я читала, они пишут, что для них она рыжевата. Ну да, на самом деле, может быть, но для меня она не рыжая. И потом вот таким образом румяну перемешиваем, ну, чтобы было ровнее. Как видите, уже меняется, да, тут-тут одинаковые оттеночки и тоже получается прикольно. Вот красиво, когда оно сочетается и образ становится единым. А знаете, бывает иногда тут каким-нибудь холодным розовым, тут теплым розовым. И как-то оно вот не очень, да, сочетается. У меня и помада тепло-розовая, да, и как бы хорошо получается. Так, смотрю на видео, думаю, пора заканчивать. А все остальное в следующем уже обзоре вам покажу. Покажу кушоны, арта-апорты, всякие ванночки для ногтей, для ног и так далее. Работы много. Отвлекаемся, работаем. Обожаю новинки. Пусть все будет хорошо. Всем мирного неба над головой.